Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали, и сегодня у нас будет очередное видео-покупочка о спасении старых лошадок, которые разработчики вновь убирают из игры. Так что устраиваемся поудобнее или же седлаем своих коней и... Поехали! И, кстати, в этот раз я хочу передать привет всем тем, кто вдруг случайно оказался на видео, к примеру, прямо сейчас за моей спиной. У меня даже персонаж обернулся на вас, так что если вы оказались в кадре, вам передаю привет. Как и всегда, мы направляемся на лошадиный рынок Фердинанда, который находится по пути Фурпинта, и сегодня будет очень непривычная покупочка. На данном аккаунте у меня еще нет ни одной модельки старых тяжиков на основе тинкеров, ну а точнее с северо-шведской лошадки, которую мы сегодня с вами и будем покупать. Данных лошадок убирают, и вскоре, по-моему, 12 апреля их уже в игре не будет. Но если вы, так же, как и я, успеете их приобрести, то они навсегда останутся в вашей конюшне, но на них не будет выходить ни амуниция, ни обновление. Так что, по сути, вы их будете собирать только ради коллекции. Лошадок на ярмарке становится все меньше и меньше, уже скоро будет меньше трех страниц, если уже не трех странички. Здесь очень много лошадей уже второго поколения, таких как спортивный фриз, английская чистокровная, хаффлингер, ганновер, мустанг и даже шар. А, еще арабы, пентабианы, я извиняюсь, и морганы. Но нас интересуют вот эти вот старые лапушки. Я даже не знаю, в каком году их добавили, но намного раньше, чем я вернулась в семнадцатом году. В общем, да, лошадка очень-очень старая. Вот такая вот красавица. У меня данная лошадь, сейчас скажу, по-моему, нет другой масти. У меня... Минуточку, мне кажется, я что-то путаю. Может быть, тут есть две одинаковые породы. Надо поискать. Так, вот, вот-вот-вот-вот, у нас есть еще тинкеры. Я правильно помню? Я же ничего не перепутала. А, это вот, это ирландский коп. Вот у меня самая первая лошадь на основном аккаунте была вот такая вот, ирландский коп, вот такой темненький. И, так, ну, да, к этим лошадкам мы к ирландскому копу вернемся потом, когда его будут уже убирать из игры. А сегодня мы покупаем севершведскую. Вот, да, первое поколение севершведской лошади. Я, если честно, раньше не разделяла их. Я думала, что это одна порода, и мне казалось, что севершведской не было первого поколения. Но нет, нет, оно есть, и вот оно как выглядело когда-то. Такая вот старенькая, добренькая, такая анимация вся квадратная. Но, боже, и мне до сих пор нравятся их грива, вот эти вот густые щелки, хвост. Рысь, кстати, до сих пор нравится. Манежный, каким бы он ни был бы старым, но тоже очень симпатичный. Голоп, быстрый голоп. И никаких, разумеется, особых движений у этой лошади нет. У нас всего шесть мастей, и они все очень похожи, но, как видите, разница все-таки присутствует. В приложении таких лошадок, разумеется, нету. Даже буланы есть. Потом вот, ой, какой красивый. Наверное, будет девочка. И вот такая тоже красоточка у нас есть. Прически у них все старые, стандартного типа. Это вот прическа породы, потом корешечка, шишечки еще такие квадратные. Я уже давно не видела таких квадратных шишек. Уже на новых поколениях так часто сижу, что и знать забыла. Потом вот такая немножко стриженная и чуть-чуть подлиннее. Но все-таки вот основная стрижка данной породы мне нравится больше всего. Характеристики. Сила 5, дисциплина 1, скорость 0, выносливость 2 и гибкость 0. То есть вот такие вот необычные тут уже характеристики. Данная лошадка стоит 300 старкоинцев. Доступна она до 12 апреля, обновление в среду. Так что мы сейчас будем покупать всех этих лошадок. Как имена вообще не знаю, но... А вот, кстати, крепкая жар птица мне нравится. Я думала, что ты будешь жеребец, но знаете, кобыла, взрослая, крепкая жар птица. Пожалуй, почему бы и не назвать. Так, покупаем, да. Вы знаете, что к старым поколениям я к именам именно отношусь очень так это... Ностальгически спокойно. И чем необычнее и нестандартнее имя, тем лучше. Так, все, одна лошадка у нас уже есть. Покупаем следующую масть тоже. Так, нет, галактические мглы, пустынная победа, арфа, косматая свежесть, знаете, да. Косматая свежесть, это опять кобыла? Если я не хочу... Косматая! Во, я назову ее просто косматой. Взрослая тоже будет кобыла. А почему кобыла? Я хотела же... Косматой. Ладно, это будет тоже кобыла. Покупаем косматую. Да, покупаем. Боже, какие вы старенькие. Неужели вам уже столько лет, что вас из игрушки удаляют? Ножки трясутся от ужаса у лошадок. Ничего не бойтесь, Даша Панихум вас к себе на конюшенку всех забирает. Так, следующее у нас будет вот это. Маленький непоседа! Маленький... Нет, пожалуй, это все-таки более имя для поняшки. Волшебный жопрец, хищная буря, книжная, ледовая, космическая. Да почему тут никаких мужских имен-то нормальных нету? Пожалуйста, дайте... Дайте какую-нибудь... Полевая крапива. Полевой... Я не знаю, как тебя назвать. Тут такие... Так, так, так. Пикеря, пикеря, пират. Пламя. Полевое пламя. Платина. Плюшка. Победа. Победитель. Ммм... Полевой покой. Во! Это будет полевой покой. Все. Все, все, все. Да, мне нравится. Мне нравится. Покупаем. Да, покупаем. Все меня устраивает по именам. Потом когда-нибудь я буду пересматривать этих лошадок у себя в конюшне. Качать я их вряд ли буду, так как количество лошадей растет просто в неимоверном количестве, в геометрической прогрессии. И качать их всех я не смогу. Если только когда-нибудь, когда разработчики опять замедлят удаление... Частоту удаления лошадей и у меня накопится, то может быть только тогда я кого-нибудь, каких-нибудь самых... Таких... Любимых буду за СК. Потому что аккаунт не со мной. И качать их так тяжело. Ультрапорыв. Жребец. О, меня устраивает. Ты будешь ультрапорыв. Покупаем. Вот, так что, да. Надеюсь, им будет хорошо у меня на конюшеньке. Напишите, кстати, в комментариях, купили ли вы данную породу или какой масти. Мне будет очень интересно почитать. Или, может быть, у вас это тоже была когда-то одной из первых лошадей в вашей конюшне. И сейчас это вызывает в вас сильную ностальгию. И вы, в общем, радуетесь. То, что она у вас есть. Так. Причудливая войкельница. Плюшевая мелодия. Я хочу что-то на букву С. С-с-с-с-с-с. Так. Секрет, свобода. Свистунья. Светила, свежесть. А, ты это, серфер. Сестричка. Так мало. Плюшевая синьорита. А почему бы и нет? Я как раз хотела, чтобы это была кобыла. Купить. Да. Но с такими именами, кстати, я думаю, повторок прям вообще не будет. Отправляем на конюшню. И... И у нас осталось... Так, раз, два, три, четыре, пять. И последняя масть. Так. Бодрый туман. Бодрое безумие. Невероятная витаминка. Не, не хочу. Далекий волшебник. Молчаливая тыковка. Хм... 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 Ну, почему... Может быть... Так, молчаливая тыковка. А можно не тыковку? Молчаливая леди. Тоже кобыла. В кои-таки веки почти вся порода одни кобылы. Неожиданно. Молчи... Такая вот молчаливая леди. Прически я никому менять не буду. Чтобы, во-первых, не повышать стоимость. А, во-вторых, я считаю, что вот этот вот лохмат только прям вообще... Это то, что нужно. И отправляем в конюшню. Все, миссия выполнена. Мы спасли всю северо-шведскую породу лошадей первого поколения, которые вот-вот уже скоро уберут за 300 старкоинцев. Вот, хорошо, что убирают одну породу. Мне пришлось докупать сиска. Так бы у меня не хватило. Вот. Давайте теперь быстренько посмотрим, какие же лошадки у нас остались. Буквально, вот, быстренько посмотрим. Из старых поколений. Из старых поколений. У нас остались арабы. Юрвенский... Юрвенский пони. У нас еще есть андалузы. Ирландский коп, то бишь тинкер. Так. Спортивный фриз. Фриз. Я имею в виду первых поколений. Это у нас вторая страница, да? Да, я же переключала. Их всего три. Но на третий... А-а-а-а! О-о-о! Вот тут у нас остался еще датская полукровная. Такие шикарные породы. Я когда-нибудь дождусь их релиза. Обновления, точнее. Так, потом у нас тут стоит обычная фризская спортивная лошадь. Так. Голландская полукровная. Гриву починили, друзья! Наконец-то нам починили гриву голландской полукровной. Ура! Я очень сильно этому рада. Так. Теперь у нас еще английская чистокровная. И все. На первой странице, по-моему, первого поколения не было никого. Так, давайте переключим. Да. Да. А, хотя... Нет, 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 нет. У нас еще остались Аполлуза и Пейнт Хорсы. Возможно, они будут следующими. Хотя, кто знает. Ну, все. Мы быстренько посмотрели, какие лошадки еще остались на момент записи. И теперь отправляемся к нам в конюшеньку встречать новых лошадок. Вот мы и приехали уже в мою конюшеньку. Точнее, в конюшеньке даже по нюху. И, как видите, места здесь уже нет. И по-хорошему надо бы расширяться. Хотя это тоже особо не поможет. Мы идем на пастбища. И вот... Я случайно вышла из конюшней. Одну минуточку. Так вот, теперь мы идем на пастбище. Делаем сортировочку по... Так, по породе. На странице тут в цирксе. К сожалению, пока что плохое. Уже три страницы. Да, для кого-то три страницы это мало. Но вы посмотрите. Это все старые лошади. Это все старые лошади. И большинство уже убрали из игры. Но они остались у меня на аккаунте. Я до сих пор не могу нарадоваться этой прекрасной идее. Мне она нравится. Так, ну давайте... Мы всех, наверное, не сможем. А давайте всех. Нам нужно на обложечку сфотографировать, что лошадки нашли новый дом. Что у них все хорошо. Поэтому мы их вот так вот выстраиваем. Да, всего их шесть. Так что места им хватило. Очень жалко, конечно. Но что поделать. Когда-нибудь, возможно, будет снимать обзоры или делать видео, как приглашение в конюшню, экскурсия по старым лошадкам, по старым коллекциям. Может быть, будущим игрокам это будет интересно. Так что молчаливая леди, косматая, крепкая жар-птица, ультрапорыв, плюшевая синьорита и полевой покой нашли тишину и покой у меня в конюшенке. Так что вот такие вот лошадки. И, кстати, я давно на них не сидела. Дайте мне сесть. Вот, вот на эту мастер хочу, очень хочу. На плюшевую синьориту. Как вас могут убирать из игры? Ну да, пожалуй, истинную прелесть данной породы не оценят, возможно, только новые игроки, которые вообще буквально недавно пришли. Так что все, с лошадками все хорошо. А лошадки передают вам привет. Теперь они здесь, на конюшне. И с ними все будет хорошо. И когда-нибудь, возможно, вы сможете даже прийти к ним в гости. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И не забывайте заботиться даже о своих лошадках третьего или второго поколения. Пока.